Не так давно началась работа над брендом города Николаев. В конечном итоге остановились на символе святого Николая. Но мнения общественности разделились. Что же думают по поводу бренда города Николаев обычные граждане, узнавал Миша в своем сюжете. Друзья, сейчас программа в городе 512 находится между двух брендов. Бренда современного и бренда из прошлого. И по неволе возникает вопрос, какой же бренд нужен Николаеву. А выяснить это нам помогут жители нашего города. Пойдемте и спросим у них, какой бренд они хотят. Девушка, добрый день. Здравствуйте. Смотрите, сейчас ведется активная разработка бренда для города Николаева. Каким бренд Николаева видите вы? Боже, я даже не знаю. Ну вот, какие-то элементы, может быть, от Николаев, что первое приходит в голову? Корабелы, корабли, я не знаю. Слушайте, а когда последний кораблик из Николаева уходил? Давно. Очень давно? Давно уходил, конечно. То есть такой ржавый кораблик? Нет, не ржавый. Надежда же на будущее, правильно? Какой-то корабль большой, летучий, да, знаете, что-то вот, надежда. Летучий корабль, это бренд Николаева. Может быть. Друзья, вот летучего корабля нам как раз и не хватает. А может быть, у вас есть еще какие-то идеи? Вот что еще хорошего в Николаеве, помимо отсутствия кораблестроения? Я не знаю, в каждом городе есть что-то хорошее, да? Кроме Николаева, да, судя? Ну, нет, любите свой город, хорошего, то что, хорошие закаты в Николаеве, прекрасное небо над Николаевым, прекрасная погода сегодня. В каждом городе есть что-то прекрасное. Сейчас ведется активная разработка брендирования нашего города, разработка бренда. Интересует ваше мнение, какой должен быть Николаевский бренд? Бренд? Не знаю. Ну вот какие-то элементы приходят в голову сразу. Вот Николаев, вот первая ассоциация на слово Николаев. Корабелы. А когда последний раз корабль у нас спускали, не подскажете? Нет. Не знаю. Ну, когда-то было так. Да, то есть такой кораблик в бесконечности, неплохой бренд. Но еще, знаете, говорят, что Николаев город невест, очень красивых девушек. Ну, может быть. То есть вы готовы поспорить с этим мнением, не уверены в том, что это правда, да? Здесь и красивее, ну, не в Николаеве. А где-где? Расскажите, где есть девушки покрасивее? В Западной Украине. Видите, друзья, все не так-то просто. Туда не ходят корабли, как говорится. Когда вас спрашивают ваши друзья из других городов, вот я еду в Николаев, куда мне сходить? Что им советуете? Честно, ничего я не советую сюда ездить. Патриотизм, он ведь в сердцах. Николаев и первая ассоциация. Невесты. Да. О! То есть... Молодежь какая-то, не знаю. Невесты и какая-то молодежь, это сюжет, сюжет какого-то фильма. Не знаю, развитие каких-нибудь субкультур разных. Каких вот, какая субкультура должна представлять наш город, по вашему мнению? Такие эмо-корабелы, да, которым нечем заняться. Нет, мне кажется, нужно развивать танцы, что-то с этим связано, как-то завлекать людей. Танцы и искусство. То есть, смотрите... Да, у нас много талантливых музыкантов и художников. Вот, собственно, в этом направлении... То есть свадьба, смотрите, вы называете молодежь, танцы, невеста, да? Это сразу сюжет какой-нибудь такой, свадьбы. Чтобы привлечь туристов, как вы считаете, что должно быть брендом нашего города? Вот, первая ассоциация со словом Николаев. Ну, город-судостроители, вот что-то в морской тематике, не знаю. Таких лаунж-судостроителей, которые, как бы, в принципе, этим не занимаются, но когда-то было и было. Ну, когда-то, да, истории, а кто не помнит прошлого, кто-то... Еще говорят, что Николаев-город-невест. Ну, да, это тоже факт. А может быть, стоит как-то совместить Николаев-судостроители и невест, или невест-судостроители? Возможно, хорошая идея, работают, пускай. Может быть, как-то стоит облагородить вот этого святого Николая? Может, посоветуйте какой-то, там, я не знаю, прическу ему изменить, например? Ну, вообще, конечно, все-таки немножко расписать его в бело-голубой цвет, вот такой вот. Или, нет, ну, желто-голубой точно нет. Все-таки белый, олицетворение такого больше чистоты. Пожелание, действительно, если у нас, как он идет, у нас Николай Угодник. Значит, угождать он нам должен, помогать угождать. Все-таки в бело-голубого больше голубого. Говорят, что сейчас у нас, кстати, мэр Угодник тоже, то есть, как бы, все для людей. Ну, прекрасно. Мэра не будем выковечивать нигде. Мэр? Честно говоря, вот поменьше. Раньше вот гранатуров висели. Александр Савич, я старался. Вообще, как олицетворение молодежи. То есть, должен быть логотип, бренд, который будет олицетворять молодежь города Николова. Молодежь. Давайте будем выливать все-таки больше молодежи. Смотрите, еще говорят, что Николай в город невест. Согласна. То есть, как вот соединить святого Николая, мэра, молодежь и есть еще мнение, что кораблестроителей. Хо-хо. Ну, в принципе, старый шар уже. Да, это старый шар. Уже надо что-то поновее, нужен новый шар. Ну, если у нас трех зубей, значит, как-то вот оно должно вот так в разветвление, в принципе, идти. Святой Николай, что вы говорите, молодежь, молодежь с корабелами и невеста. То есть, вот в одну сторону невеста вот здесь лежит, здесь лежит молодежь, и посередине стоит святой Николай. Конечно, благословляет, удовлетворяет. Да, лежащую молодежь с невестой. А лежачую молодежь поднимает наверх, действительно, только вот так. Поднимем молодежь. Если не мы, то святой Николай. Нет, вместе. Какие ассоциации у вас возникают со словом Николаев? Ну, честно, это судостроители сразу же. То есть, какой-то, может, корабль там или судно там в каком-то фоне. Такие спящие судостроители, такие отдыхающие. Можно, в принципе, яхты, как бы показать, как развлекательный центр. Типа, это яхты у нас много, как в Одессе, к примеру. Заходишь в порт, там все-таки есть яхты. То есть, в принципе, вы видите яхту логотипом города Николаев? Ну, не только одну яхту, можно что-то. Смотрите, еще говорят, что Николаев город невест. Город невест? Ну, возможно, да. Какая невеста на яхте? Как вам? Ну, нет. Нет, честно. Это странно будет даже выглядеть. Согласен, да. Невеста на яхте, это очень странно. Говорят, что в Николаеве, вот, например, раньше были катакомбы. То есть, как туристическая достопримечательность. Не слышал, честно, не слышал ни разу. Ну, потому что катакомбы, они скрыты, поэтому, видите, не распространяются, видимо. Да, распространяются, да. То есть, я не слышал. И как это сделать символом Николаева, допустим, я тоже не представляю себе. Вот, у нас есть замечательный памятник Ленина, бывший. То есть, теперь у нас просто постамент есть. То есть, может быть, действительно, логотипом города, как сносят памятник Ленина, невеста сносит памятник Ленина? Нет. Ну, это тоже будет странно. Еще более, чем на... Такие очень-очень злые невесты, очень уверенно сносят Ленина. Да, как раз будет. Хорошо. Ну, честно говоря, Святой Николай бы тоже было бы интересно, но если говорят, что он похож на человека без определенного места жительства, то может как-то с другой стороны к этому подойти, я не знаю. Просто Святой Николай в доме? И сразу все вопросы сняты? Ну, можно дом, допустим, какой-то чисто и Святой Николай. Главное, чтобы это не было похоже на будку, ну, то есть. Ну, да, тоже, я не знаю, как это сделать. Может, есть какие-то дизайнеры, может, что-то придумают, я не знаю. А, в принципе, старой архитектуры Николаева есть же старое здание? Старое здание Николая? Да. Можно было? Вот именно, не знаю, сохранившиеся такие исторические здания. Смотрите, вот, а если так, Святой Николай с мастерком? С мастерком? Нет. Вот, с валиком в старой архитектуре города Николая. Что олицетворяет собой, что общими силами, так сказать, отреставрируем и сделаем? Ну, что, интересно, наверное, интересно. Интересно, да. Да, можно использовать такую идею. Ну, обычно говорят, что это город Корабелов. Ну, по-моему, это настолько заезженная тема, что она никому уже не будет интересна. Что касается Святого Николая, то я тоже считаю, что это не самое презентабельное лицо. Ну, то есть, молодежи это не будет интересно, и туристам это тоже не будет интересно, и верующих людей становится все меньше, и вообще, к чему это, если честно? Город-невеста, это тоже полное... Так, как бы сейчас сказать, это тоже неинтересно. Полная неинтересность. Да. Хотела сказать чуть-чуть по-другому, но у нас тут цензура камеры. Я не знаю, что можно представить. Можно представить какое-то сочетание воды и природы, не знаю. Ну, у нас красивый город, у нас две реки, мосты. Ну, можно как-то обыграть эту тему, но явно не какие-то уже... Ну, вот, не знаю, нужно искать новые бренды, не полагаться на старые какие-то вещи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА